Приветствую вас, как психолог я вынужден задать вам встречный вопрос относительно того, что происходит сейчас в ваших отношениях с мужчиной, с которым вы в отношениях сейчас, почему вы интересуетесь тем, будете ли вы с ним вместе, например, или, ну или не будете в этом месте, то есть чем продиктован подобный вопрос, с чем он связан? С чем связан подобный вопрос? Потому что видите ли, какая история, если вы человека любите, если вы хотите быть с ним, то вам не нужно стремиться за него замуж, потому что это для вас не самоцель. Если вы хотите выйти замуж за мужчину, за мужчину, да, то значит вам это для чего-то нужно, понимаете, вам это для чего-то необходимо. и тут нужно определить, что именно, почему вам это необходимо, почему вас это волнует, какую цель вы преследуете, стремясь выйти за мужчину замуж. Понимаете? Вот это, пожалуй, очень важная вещь. потому что они напрямую влияют на то, как вы будете в дальнейшем строить свои с ним отношения. что вы будете хотеть от него, что вы будете ожидать от него, насколько вы будете негативно воспринимать то, что он, возможно, будет тянуть с браком, потому что, возможно, не готов к нему. То есть, вот здесь нужно обязательно совсем попробовать разобраться. Нужно обязательно определить, для чего вам это нужно. потому что в отношениях нельзя быть ради замужества, в отношениях нужно быть ради человека. А само замужество, если вы чувствуете, что оно вам важно, само замужество, там необходимо рассматривать через призму ваших желаний. Например, потребность в, ну, допустим, безопасности. То есть, будучи не замужем, будучи не замужем, вы себя чувствуете не, ну, не в безопасности, менее, менее, в меньшей, в меньшей безопасности, чем, допустим, сейчас, чем, если бы вы были замужем. Вот. И получается не очень хорошая история, когда человека вы используете для своих целей. что, в свою очередь, создает, опять же, ненужные предпосылки для того, чтобы мужчина нервничал, чтобы мужчина как-то испытывал напряжение, вот, давление и так далее. Ну, как правило, мужчины любят сами решать этот вопрос, связанный с замужеством. И интуитивно чувствуют, когда женщина начинает на них давить. Соответственно, я рекомендую вам на эту тему также подумать и, как следует, разобраться с тем, все-таки, чего же вам хочется, для чего вам замужество, и почему вы не можете быть счастливы прямо сейчас, не можете получать удовольствие, ну, адекватное удовольствие, от пребывания с мужчиной. То есть вы вместе, вам здорово вместе, вам замечательно вместе, ну, вроде бы. Старайтесь получить удовольствие от данных аспектов, понимаете. А если вам нужно что-то сверх, то здесь уже нужно анализировать, что вам, медвежь, увижу. В любви, в личных отношениях важна стандартность, непосредственность, немножечко наивности и вера. Для этого нужно получать удовольствие от каждого мгновения. И если вы этого удовольствия не получаете, значит что-то вам мешает. Страхи, комплексы, сомнения, что-то еще. Все это нужно обязательно проанализировать, если вы хотите быть счастливы. Если вы хотите, чтобы у вас все было хорошо, то необходимо во всем этом как следует подумать, дабы не испортить ваши отношения с молодым человеком. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду раз помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делает его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.